Около недели назад на этом канале выходил небольшой ролик, посвященный мете-классов в мифических подземельях на дополнении Легион в рамках World of Warcraft. С того момента на моих прямых трансляциях ощутимо прибавилось игроков, и запрос на кооперацию значительно вырос. В связи с этим в сегодняшнем материале мы поговорим про то, что теоретически может помочь новичкам на проекте Увов быстро освоиться, и что гораздо важнее задержаться здесь подольше, а не оказаться у разбитого корыта из-за невозможности найти себе напарников для совместной игры. Правда в начале мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает Камбэк ПВ. Камбэк ПВ это лучший и одновременно с этим самый популярный классический проект по Perfect World версии 1.3.6 и 1.4.6. Оба сервера способны предоставить вам доступ к уникальной атмосфере того самого времени, когда игра только запускалась в нашем регионе. Если на 1.3.6 присутствуют только классические расы и классы, то на том же 1.4.6 уже появились амфибии. Впрочем, не только этим славен Камбэк ПВ, ведь его главным достоянием является множество quality of life улучшений игрового процесса, которые отсутствовали до более поздних обновлений. Среди них можно обнаружить идеально работающий автопуть, а также подсветку всех предметов и существ по заданиям. Также разработчики балуют свое сообщество регулярными событиями с реальными и виртуальными призовыми, которые никогда не дают заскучать. Приятным же бонусом ко всему перечисленному выступает головокружительный онлайн до 15 тысяч активных пользователей. С приходом же этого года разработчики Камбэк ПВ официально объявили о запуске нового игрового мира версии 1.3.6.x, который просуществует полгода. После этого персонажи перенесут на основной сервер этой версии. В течение этого периода времени вы сможете поучаствовать во множестве марафонов с ценными виртуальными и денежными призами, а также побороться за мировую карту с самыми сильными коллективами Perfect World. Запуск 26 января. Заинтересовались? Тогда смело переходите по моей личной ссылке в описании и регистрируйтесь. За нее и вам, и мне начислят множество приятных бонусов. Удачи! Начать нужно, пожалуй, с очень простой вещи, которая, очевидно, далеко не всем. Увов является единственным сервером версии Легион на сегодняшний день, который не просто имеет хоть какой-то онлайн в районе 6 тысяч человек, а еще и работает на должном уровне. В всяких условиях публика стабильно обращает внимание на этот проект и делает это с завидной регулярностью, а поэтому на сервере довольно хороший приток свежей крови. Беда только в том, что публика надолго не задерживается, и обычно игроков хватает на месяц или чуть больше. Почему возникает такая ситуация? Все дело в том, что на проекте стабильным миром является всего один сервер – X100, а он существует с самого открытия проекта. Между прочим, это уже почти 8 лет. За этот промежуток времени здесь успели сформироваться сильные гильдии, которые делают прогресс, а также появилось огромное количество пользователей, которые получили максимально доступную экипировку или близкую к этому показателю. Средний же уровень экипировки у игроков находится на уровне героического анторуса – последнего рейда в этом дополнении. В таких условиях беспрерывно растет ценз и требования к пользователям, которые хотят куда-то сходить. Те же самые мифические ключи обычно проблем не вызывают. Во-первых, ключ есть у вас самих, а значит вы можете собрать на какие-то маленькие ключики без особых проблем. А во-вторых, до двадцатки все считают максимально примитивным, а поэтому туда берут практически всех. Разумеется, если вы только что взяли уровень, то вам покажут на дверь, но если вы потратите хотя бы вечер на убийство редких противников и его выполнение заданий на Аргусе, место вам скорее всего найдут. Гораздо сложнее дела обстоят с рейдами. В них, понимаете, тоже нужно ходить, ведь с последнего босса выпадает буквально ультимативная серьга, которая нужна то ли всем классам, то ли большинству из существующих. И более того, ее нужно качать, что требует очень много прохождений, ведь предмет для заточки выпадает тоже с последнего босса. В таких условиях, чем быстрее вы попадете в рейд, тем вам на деле лучше. Вот только новичков в Анторус не берут, хотя он и проходится сейчас в нормальной сложности, буквально с закрытыми глазами. Нет, поверьте, это не шутка. Совсем недавно зачищали его в одного танка и одного целителя без каких-либо проблем. При этом обычным игрокам туда входа нет. Нормальную сложность от пользователей требует минимум 940 уровень экипировки, но чаще 950. В героической требования начинаются с 960, но в большинстве случаев просят вообще 980. Эпокальную сложность собирают очень редко, и последний раз, когда видел сообщение об этом в чате, а это было по сути своей один из двух раз, требование было иметь полную возможную на сегодняшний день сборку на вашего персонажа. В чем проблема с такими критериями? Да в том, что на этих сложностях падает примерно аналогичная экипировка по качеству или хуже. Например, в обычном формате выпадают 930 предметы, в героическом 960. Вот и получается, что для попадания в рейд вам вначале нужны предметы из этого рейда, или экипировка, которую вы получите за прохождение ключей. Все это очень сильно усложняет жизнь новичкам, которым хотелось бы куда-то прибиться. Более того, гильдии, которые существуют на сервере, также имеют достаточно высокий ценз. Они очень часто пишут в своих сообщениях, что рады всем, но на деле требования начинаются с 950 экипировки. С одной стороны, оно и правильно, ведь игрок, который до нее не дойдет, скорее всего, скоро проект покинет. Вот только как пользователю ее получить, если его никуда не берут? В итоге, как вы понимаете, образуется порочный круг, который невозможно разорвать, и по большей части, что-то с ним можно сделать, только инвестировав реальное средство, вложив время в развитие вашего персонажа очень медленными темпами, или найдя товарищей на проекте. В последнем, к слову, тоже проблемы, потому что никто дружить с новичками здесь особо не хочет, как и в целом World of Warcraft. В довесом к этому идет и еще одна проблема, которая точно вызовет во вас бурю эмоций, когда вы с ней столкнетесь. Здесь довольно большой перекос фракций, и почему-то преобладает альянс. По слухам, это как-то связано с расовыми способностями людей, которые здесь получают самые солидные прибавки характеристикам. А поэтому искать игроков в рамках своей фракции становится еще тяжелее, особенно если вы выбрали сторону красненьких. Причем, ладно, чат здесь общий, группы тоже, но вот в личное сообщение написать не так удобно выходит. Да и система антиспама в этом вопросе очень сильно мешает. Вот и получается, что вы вроде бы стараетесь быть в центре всех событий, но эти искусственные преграды вам очень сильно мешают. Да и это на самом деле еще не все. Есть и еще одна беда, которая здесь присутствует. Дело в том, что на серверах, где давно установлена одна версия клиента, со временем формируется устойчивая мета. Сообщество огромным количеством проб и ошибок выясняет, какие классы лучше всего себя показывают, как раскрываются и на что способны, а поэтому неподходящих персонажей просто никуда не берут или забивают слоты по остаточному принципу, что тоже существенно снижает количество активностей, которые вы можете посетить. Проще говоря, игра становится еще неприятнее, если вы хотите играть за определенного героя, а он не в мете. Здесь можно предъявить, конечно же, пользователям, которые в нее упираются, но вот в чем беда. На Легионе они абсолютно в этом не виноваты. Все дело в том, что в условных ключах есть определенный потолок для классов, после которого они практически перестают жить. Вернее как, они там могут попытаться, но получится или за счет каких-то просто невероятных навыков, или в ущерб КПД, или просто ничего не выйдет. Такая ситуация, например, складывается с монахами на урон, они показывают классные показатели, но на ключе в районе 28 просто умирают. Вот ничего с этим не сделаешь. Класс ветка талантов не живет и все тут. А поэтому на такой ключ вы никогда за монаха не попадете, что указывает на наличие потолка в этой ситуации. На этом моменте вы можете заметить, что получается какая-то сумасшедшая антиреклама сервера, да и вообще World of Warcraft Legion. Но поверьте, все это было рассказано исключительно из положительных побуждений, чтобы вы знали, с чем вы можете столкнуться, а уже в следующем пункте будет предложено далеко не самое лучшее, но все же решение, которое может помочь вам в этой ситуации. Дело вот в чем. Понимаете, когда вы делаете ролики на YouTube и ведете прямые трансляции на Twitch, вам это вообще никак не помогает жизни. Да, если вы залетаете в какой-то проект на хайпе, и при этом вы еще полтора года его разбираете, как было у меня с условным Таррисанд, то конечно вас все знают и вам открыты все двери, а те, что не открыты, с течением времени точно откроются. Совсем другая ситуация, когда вы играете в World of Warcraft, где 85% активной аудитории уже давно не следит за медиапространством и понятия не имеет, чего вообще в этой игре происходит. В целом пользователей можно понять, ведь согласитесь, кому вообще вперлось следить за новостями в проекте, где их буквально выходит в год по чайной ложке. Как следствие и на приватных мирах возникают проблемы. К чему весь этот спич? Да к тому, что как автор этого канала тоже столкнулся в какой-то момент с невозможностью найти себе группу для прохождения подземелий на мифической сложности, и уж тем более рейдов. И это при том, что артефакт у моего персонажа прокачан полностью, имеет топовые реликвии, а сам уровень экипировки в районе 950. Как следствие, играть в первое время было довольно больно. Сейчас уже стало полегче, но все равно бывают моменты, когда в сравнительно маленькие ключи не берут. Выгоняют нам рост из группы, и вообще место под солнцем найти не получается. Придачу еще и мой онлайн в первой половине дня начинает душить, а это еще больше усложняет ситуацию. Решение проблемы нашлось само собой. Дело в том, что около месяца назад на Увов Икс 100 пожаловала моя хорошая подруга Барсучка, которая сразу для себя решила, что не хочет играть одна, и притащила с собой массу своих зрителей, а потом вообще собрала их всех в гильдию. Меня в нее тоже подтянули, чтобы я не прокрастинировал в одиночестве. Потихоньку-понемногу коллектив начал разжеваться, и в итоге возникла гениальная идея. А что если начать привлекать игроков со стороны, которые тоже первый раз играют на этом сервере, или вообще в World of Warcraft Legion? Вместе же и освоиться проще будет, и группу найти получится быстрее, и активности проходить будет проще. А если получится найти хорошего рейд-лидера, то возможно и статик сформировать выйдет для прохождения тех же самых рейдов и закрытия Анторуса на эпохальной сложности в долгой перспективе. Вот и получается, что эта замечательная идея мариновалась примерно две недели, и сейчас, когда стало ясно, что интерес у игроков есть, было решено озвучить ее в публичном поле. Как следствие, уважаемые зрители, если вы играете в World of Warcraft, и вам интересно дополнение Legion, или может быть вы когда-то в него играли и заинтересовались этим проектом, вы можете присоединиться к нашему маленькому коллективу. От нас обещаем сравнительно живой чатик через пару недель после начала набора, возможность организоваться для различных базовых активностей, советы по любой тематике, связанные с игрой, и конечно же в перспективе закрытия всего имеющегося контента. Это опять же с поправкой, что получится найти постоянного рейд-лидера, или даже нескольких, кто согласится этим заниматься. К сожалению, уважаемые зрители, не имею никакого отношения к руководству этим коллективом, но тем не менее, все равно могу вас в него принять, чтобы вы потихоньку начали осваиваться. Играем мы на сегодняшний день за Орду, и если эта фракция вас привлекает, или вам просто все равно за кого играть, милости просим. Вход свободный с первого же уровня. Обращаться для вступления можно на следующие игровые имена, которые вы видите на экране, или по ссылке в описании на Twitch, прямо на моих прямых трансляциях. С удовольствием примем. От себя же могу сказать следующее, что в мою культурную программу на ближайшее время входят постоянные сборы ключей, да и вообще буду не против присоединиться к вашей группе, если у вас найдется ключик. Также несколько позже планирую поставить на поток сборы группы на поля боя. Они здесь играются не очень часто, но, уверяю вас, уважаемые зрители, вместе получится их немного разогреть. Кроме этого, отмечу, что неделю назад выходил разбор мета-классов для ключей на сегодняшний день, и если вы хотите точно не прогадать с выбором персонажа, а также специализацией, это хороший материал для того, чтобы въехать в тему. Базовой информации для новичка там более чем достаточно. Что мы имеем в заключении? На УВОВ очень много неплохих гильдий, но в последнее время мета и общая цензура серьезно задрали критерии, что просто не оставляет новичкам шанса на нормальное времяпрепровождение. Чего уж там, даже быстрая прокачка героя через специальную платную функцию выдает вам всего 910 уровень предметов, и этого, честно сказать, недостаточно для вступления в нормальные коллективы. Так что, по идее, данное предложение должно быть для вас релевантно, особенно если вы давно хотели подушиться в World of Warcraft и провести досуг совместно с каким-то коллективом. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а лично вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова